По статистике, именно в период праздничных дней и каникул происходит резкое увеличение количества чрезвычайных происшествий с детьми. Основная причина – отсутствие контроля со стороны взрослых. Краевой, так называемый детский закон, не допускает нахождение детей в общественных местах без сопровождения родителей, родственников или ответственных лиц. В возрасте до 7 лет – круглосуточное от 7 до 14, с 21 часа до 6, и от 14 лет до достижения совершеннолетия с 22 часов до 6 утра. В летнее время очень большое количество, скажем так, правонарушений совершается как самими несовершеннолетними, так и в отношении несовершеннолетних. Давайте все вместе станем на защиту детства, сделаем все возможное от нас зависящее, для того, чтобы лето было только порой отдыха, приятного времяпрепровождения, а не каких-то ЧП происшествий, которые бывают, случаются с детьми. Давайте все вместе не допустим этого. Тем более в летний период детям будет чем заняться. Уже с 1 июня откроются двухсменные лагеря на базе 27 школ. Работать они будут до 24 июля. За это время планируется организовать отдых и оздоровление 4,5 тысяч школьников. Есть возможность и временного трудоустройства. Для этого родителям необходимо обратиться в службу занятости. Помимо этого, на весь летний период ребят ждет множество интересных мероприятий. Всеми службами социального блока разработана программа на летний период. Спортивные площадки, клубы и секции, пришкольные лагеря дневного пребывания, молодежные дворовые площадки. Тематические площадки при учреждениях культуры. Все это будет работать без перерыва весь летний период. Плюс мы еще планируем трудоустройство несовершеннолетних, в том числе и в первую очередь, которые нуждаются в особой защите государства. Мы понимаем, что весь комплекс мер, направленных на полезную занятость, в первую очередь, будет охватывать тех детей, которые находятся в многодетных семьях. Тех детей, которые испытывают некие, в том числе, материальные трудности. То есть мы настроены на то, чтобы сделать содержательным отдых для всех детей. Мы не делим детей на хороших и плохих. Все дети хорошие, все дети заслуживают того, чтобы с пользой качественно провести лето, отдохнуть, набраться сил и с 1 сентября в новый учебный год с полными силами и желанием учиться. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.